Когда Аллах, Свят Он и Велик, запрещает что-то, любопытство и страсти человека говорят ему, «Почему я не могу? Почему? Почему я не могу пойти и сделать это? Почему Бог запретил это? Мне непонятен смысл этого». И вот так, например, мы находим сестер-мусульманок, которые отказываются надеть хиджаб, потому что она не понимает его смысла. «Зачем я должна его надевать? Я не пойму. Это не имеет для меня никакого смысла». «Да ладно, разве недостаточно того, что Аллах приказал тебе это сделать? Разве тебе этого недостаточно? Если знаешь Аллаха, если ты по правде знаешь Аллаха, ты будешь доверять Аллаху». Человек может сказать, «Зачем мне молиться? Я и так хороший человек. Молитва сделает меня благим человеком. А я и так уже хороший человек». Вновь страсти. Хотя у вас, вероятно, отсутствует знание, глубокое невежество касательно пользы от молитвы. Как минимум. Кто повелевает вам ее делать? Аллах. Вы же знаете Аллаха? Вы доверяете Аллаху? Подчинитесь Ему. И что произойдет после этого? Пророк Мухаммад, мир ему и благословение, молился даже несмотря на то, что Аллах, свят он и велик, простил ему все его грехи, прошлого, настоящего и будущего. Однако он выстаивал ночи, пока его колени не набухали, и трескалась кожа на ступнях. От молитв. Разве я не должен быть, по крайней мере, благодарным рабом Аллаха? Это тайна? Почему? Я закончу на этом. Иногда Аллах, свят он и велик, испытывает нас, чтобы мы росли и были хорошими верующими, запрещая определенные вещи для нас. Вы все знаете историю Муса, мир ему, и коровы. Что произошло с сыновьями Исраиля в то время? Там был Муса, мир ему, и был убит человек. Затем они обратились к Мусе. О, Муса, не мог бы ты попросить у Аллаха, чтобы мы нашли убийцу этого человека? Он попросил его. Аллах, свят он и велик, сказал им, чтобы найти убийцу, вам нужно зарезать корову. Чтобы найти убийцу, нужно зарезать корову? Сегодняшние мировые судебные медики подумают, что ты чокнутый. На минутку представьте, что вы находитесь на месте убийства. Вы судебный медик. Или из отдела по расследованию убийств. Как показывали по телевизору сериал CSI. И вы такой, хм, я знаю решение. Мы должны пойти на ферму и зарезать корову. Так мы найдем убийцу этого человека. Очевидно, вы подумаете про себя, это еще что такое? Аллах сказал им, зарежьте корову. Так же, как он сказал в раю Адаму, не ешьте с этого дерева. Не было ничего особенного в этом. Это могло оказаться любое дерево. Это как сказать, не ешь вон с того дерева. Просто случайно. Это не касалось самого дерева. Это вообще этого не касалось. Не было ничего особенного в нем. Но в этом было что-то иное. Я просто хочу вас обучить, на чем вы должны расти. Как приблизиться к Аллаху, свят он и велик. Это касалось подчинения и доверия. Так Аллах сказал им, зарежьте корову. И как вы думаете, что они сказали? О, Муса, ты что смеешься над нами? Ты думаешь, мы дураки и идиоты? Он ответил, упаси меня Аллах, оказаться одним из невежд. Я не обманываю вас. Это приказ Аллаха. Так, когда они увидели, что он непреклонен, они сказали, что это не имеет смысла. Иди и спроси, какого она цвета. Спроси у него, как она выглядит. И вот так он уходил и приходил с новыми вопросами. Они просто не могли понять это. Поэтому они продолжали задавать вопросы, чтобы избежать этого. Им не было достаточно, что это приказывает им Аллах. Так Аллах обличает их. Почему они будут наказаны? И из-за чего они будут наказаны? Попав в адский огонь. Потому что вы сомневаетесь во всем, что говорит Аллах. Вы, например, поклоняетесь Аллаху Святому Великому. Я дам вам награду, говорит Аллах. Я хочу, чтобы ты рос и стал хорошим человеком. Через испытания. Но тут был простой обычный приказ. Просто зарежьте любую корову, и вы найдете убийцу. Любую корову. Но они не захотели идти легким путем. Они продолжали спрашивать и спрашивать, пока не дошли до того, что приказы стали такими. Эта корова ярко-коричневого цвета. Она не имеет никаких следов на своем теле. Ее никогда не использовали. С ней никогда не пахали землю. Она никогда не спаривалась с другими коровами. Она тучная, красивая. И знаете что? Она принадлежит сироте. И этот сирота не продавал им эту корову, пока его мать не сказала ему, скажи им вес этой коровы, и какой будет вес этой коровы, пусть они заплатят мне золотом. Эквивалентно ее весу. И когда они зарежут ее, дополнительно к этому, должны наполнить шкуру этой коровы золотом и также отдать ее нам. Аллаху Акбар. Они зарезали ее. И Аллах сказал. Хотя они были близки к тому, чтобы не сделать этого. Затем Аллах сказал. Идите к телу убитого и ударьте его куском мяса. И в этот момент это также не имело никакого смысла для них. Но они подумали. Слушайте, мы все поняли. И в этот раз нам лучше послушаться, положившись на Аллаха. Они ударили его куском мяса. И что произошло? Он встал. Аллах способен на все. Это не касается мяса. Это не корова, которая заставила его воскреснуть. Это их испытание на послушание Аллаху. Приблизитесь ли вы ко мне? Доверитесь вы мне или нет? Я просто дал вам небольшое испытание ради вас самих. И человек указал, что такой-то и такой убил меня. Это был его племянник по причине наследства. А затем он вновь умер. О, братья и сестры в исламе. Мы спрашиваем. Почему это? Почему то? Возможно, в этом тайна. Что там может быть за тайна? Запомните. Все, что Аллах запретил нам. И вспоминайте испытания Адама, мир ему и Гавы. Не было там ничего особенного в дереве, как мы уже поняли это в конце. Это лишь касается, будете ли вы прислушиваться и доверять Аллаху. И безусловно, если вы будете, то Аллах сделает вас лучшим человеком и наградит вас, как в этой жизни, так и в следующей, и вы получите его блага. Не делайте свои страсти богами. Позвольте Аллаху, тому, кто создал ваши страсти, быть вашим Богом. Подчинитесь Ему, и ваша жизнь будет стабильной. Ослушайтесь Его, и ваша жизнь станет нестабильной. Я могу закончить этим аятом? Аллах сказал в Коране, Я могу сказать, «Аллах хочет облегчить ваше время». Ну а те, кто потакает своим страстям, желают, чтобы вы сильно уклонились в сторону и желают сделать для вас жизнь затруднительной. Аллах желает принять ваше покаяние. Ну а те, кто потакает своим страстям, желают, чтобы вы сильно уклонились в сторону, но человек создан слабым. То есть следите за этими слабостями, братья и сестры, и бросайте им вызов. Боритесь с ними, и вы преуспеете, иншаллах. Аллах не смотрит на количество ваших поступков, Он смотрит на их качество. Ибо это, и alla сла Аллах, и на субтитры, 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 и на субтитры. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...